Врата Рая. Второй эпизод нового сезона «Только убийство в здании». И после премьеры ему было чему соответствовать. Эта веселая, но мрачная история об убийстве Саза и поиски виновного развивалась, предоставляя новые улики. Мейбл и Оливер исследуют западную башню. Чарльз медленно сходит с ума. Появляются новые персонажи, которые сейчас главные подозреваемые, а также неожиданно возвращается Джен. Давайте углубимся в этот эпизод и разберем все, что можно из него вынести. Вот «Только убийство в здании». Четвертый сезон, второй серия, объяснение концовки. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Начнем с разговора о Чарльзе. В этом эпизоде мы увидели немедленную реакцию Чарльза на новость об убийстве Саза, а также его осознание, что Саз погибла, видимо, потому что убийца принял ее за него. В ночь убийства она была одета как он, что связано с ее ролью его дублера. Это точно так, ведь вначале Саз сказала «Моя смерть – наименьшая из ваших проблем». Намекая, что Чарльзу грозит опасность и подтверждая, что он был главной целью. У Чарльза были галлюцинации, он постоянно видел Саз. Эти моменты позволили нам заглянуть в его душу и понять его чувства. Он глубоко скорбел и винил себя, что не вышел искать ее убийцу. Интересно, что суть эпизода в том, что Саз всегда подменяла Чарльза, принимая удар на себя. Она рисковала собой на съемках, а он стоял в стороне и расслаблялся. По сути, так и случилось. Она погибла, когда ее приняли за него. Но теперь, когда Саз нуждалась в нем, он не смог ответить тем же. Лишь в конце эпизода, увидев послание, написанное ее кровью, которое гласило «Включайся», он понял, что нужно не только найти убийцу Саз, но и того, кто хотел убить его самого. В итоге он включился, взял дело в свои руки и сделал его личным. Думаю, дальше мы увидим другого Чарльза. У Чарльза был разговор с Саз на краю кровати, о том, как когда-то у него не было друзей, но она познакомила его с множеством людей. И 8 лет у него была компания, все благодаря ей. В итоге он назвал ее своим старейшим и ближайшим другом. Я думаю, это был очень трогательный момент. Джен тоже вернулась к Чарльзу в этом эпизоде. Она призналась, что не убила его только из-за Саз, хотя и мечтала об этом. Мы не знали, галлюцинация это или она правда там была, но оказалось, что она действительно была там, когда полиция в конце эпизода ворвалась в его квартиру. Они сказали, что в ее камере нашли рисунки с жуткими вещами, которые она хотела с ним сделать. Джен сказала, что за неделю до смерти ей звонил Саз, говоря, что о чем-то беспокоится. Странно, если Саз не была целью, почему она волновалась? Или она беспокоилась, изучая происходящее напротив Арконии и волновалась за Чарльза. Перед смертью она сказала Чарльзу о чем-то важном, что хотела обсудить. Возможно, это касалось ее находки в западном корпусе. Думаю, мы узнаем об этом в следующей серии. Было бы интересно увидеть флешбек о Саз и событиях перед ее смертью с ее точки зрения. Но похоже, что теперь в историю вошла и Джен. Особенно теперь, когда она в бегах. Может она станет подозреваемой в этой злой игре? Это очевидно, но кто знает. В этой серии появились новые подозреваемые в убийстве Саз и покушении на Чарльза. Первым мы встретили косоглазого Джо. Он казался энтузиастом, но скорее всего из-за одиночества и жизни в изоляции. В нем была подозрительная черта. Он говорил, что видит людей на улице как муравьев, которых можно просто раздавить. Еще одна подозрительная деталь – повязка на глазу, которую он носит. Он сказал, что носит ее из-за заразной болезни. Но что, если эта история лишь прикрытие? Мы знаем, что у стрелка была снайперская винтовка и стреляли из западного здания. Видно, что Джо правша. Он ведет правой рукой и пишет ей уже. Снайпер при выстреле закрывает недоминантный глаз и смотрит в прицел доминантным. У Джо это правый глаз. Что, если при выстреле была отдача, он поранился и повязка скрывает травму? Это и мысли о давить людей, как муравьев, заставляют думать, что он может быть подозреваемым. Из его квартиры тоже открывается четкий обзор. Единственное, что против него – его окна были запечатаны. Но это не значит, что он не мог проникнуть в квартиру Дудунова и открыть окна, как видели Мейбл и Оливер. Кто-то пытался войти в квартиру, пока Мейбл и Оливер там были. Возможно, это был он. В квартире всегда задернуты шторы. Кто знает, живет ли там вообще кто-нибудь. Нет телефона и постели. Существует ли Дудунов на самом деле? Семья источника и Джо говорили, что Дудунов был там, но это может быть прикрытием. Нашли кусок мишуры, намекая, что рождественский парень недавно был у окна. Интересно, что Саш знала код от квартиры и имя Дудунова. Следующей группой подозреваемых была семья источника. Это были мать, отец и дочь, которые спокойно подтвердили, что привыкли наблюдать из окна за всем, что происходит на другой стороне улицы. Оказалось, у Инесс была симпатия к Чарльзу, и из-за этого ее муж задумался, не стоит ли ему разобраться с ним. Думаю, это намеренный обман со стороны шоу. Сейчас я не думаю, что они виновны в этом. Мне кажется, Джозлобный взгляд – самый вероятный подозреваемый из всех, кого мы встретили. Был еще вечное Рождество парень, но мы его только в окне видели, так что, наверное, познакомимся с ним в следующей серии. Улики. В этом эпизоде начали появляться некоторые подсказки. Первое – это то, что код от квартиры Дудного был о Хелл, но записан цифрами. Это показало, что Саш подозревал какую-то активность в группе, собравшейся играть в игру. На листе бумаги было написано слово «Дуднов». Никто больше не был из того здания, так что интересно, реален ли Дуднов или он фанат, одержимый Чарльзом. Из своей квартиры он мог весь день наблюдать за Чарльзом, как за личным телешоу. Упоминалось, что Чарльз был восьмым любимым ТВ-копом по версии People в 1991, намекая на возможных фанатов. Записка «Западная башня. Аркония» показала, что Саш явно что-то расследовал в этом здании. На салфетке был номер 14, этаж, где жили резиденты, что явно важно. Другой ключевой уликой была записка «Наблюдение за Чарльзом». Вот что заставляет думать, что она знала о Дуднофе и о том, что он мог наблюдать за Чарльзом просто как мегафанат. Важно помнить, что у убийцы Саш есть ее телефон, и они держат его заряженным. Они знают пароль и доступны, так что интересно, попробует ли группа связаться с ними, когда окажутся рядом с 14-м этажом в западном корпусе здания. Альтернативные теории. В конце прошлого эпизода появились некоторые теории о том, что Саш могла инсценировать свою смерть, и была реплика, которая могла намекать на это. В видеоинтервью она сказала «Если нас ранят, мы будем жить, чтобы сражаться снова». Это как бы намекает на то, что она может быть жива. Однако факт, что в конце эпизода Люминол выявил кровь, похоже, опровергает эту теорию. Плюс мы видели, как ее застрелили, когда в комнате никого не было. Это доказывает, что это случилось. Шоу обычно не шутит такими вещами, но это мог бы быть хороший поворот, если сделать правильно. Мой обзор эпизода. Второй эпизод шоу отлично продолжил премьеру. Он не был таким визуально впечатляющим, как первый, но больше уделял внимание юмору и подсказкам. Что меня порадовало? Как Оливер снисходительно относился к Чарльзу, думая, что тот сходит с ума. Самый смешной момент эпизода. Честно, Оливер всегда меня смешит в этом шоу, он выдает такие фразы, что я просто хохочу в голос. Игра Стива Мартина в этом эпизоде тоже была очень сильной. Первые два эпизода показали уязвимость героя, которую мы раньше не видели, отлично демонстрируя актерское мастерство. В сюжете есть юмор, но в основном актер показывает эмоции и горе, что довольно освежающе. Подозреваемых пока мало, но, похоже, сезон подает их и улики постепенно, а не сразу, в отличие от третьего сезона. Мы до сих пор не знаем, был ли Чарльз целью, или сериал может удивить, показав, что убить планировали Сажа. Время покажет, а пока я с нетерпением жду третьего эпизода. Вот и все, разбор концовки 2 серии 4 сезона «Убийств в здании».